Сегодня у нас 4 июля 2015 года. Вот с утра лагерь Стан православный. С утра прошел дождь, всю ночь тоже лил. Вот сейчас мы в комнате отдыха помолились, читаем Евангелие и осуждаем. Как режиссер всегда должен иметь при себе аппаратуру. Всегда пошел. Виноват. Я смотрел фото выставки и один мужчина получает, я не знаю уже сколько раз, но не меньше 3 или 5 раз первую премию в мире за одну фотографию. А он фотографировал, а тогда не так, как сейчас может чахать. Допустим 18-24 кадрика больше нет. Это надо в темноте проявлять, такая трудность. Но он именно все это захватил. Орел спускается и хватает, и на выносе из воды он несет большую рыбу. То есть он многократно-многократно фотографировал, и наконец наткнулся. Другой сфотографировал два пассажирских самолета в момент столкновения. Это вообще не придумаешь, даже летят. Он фотографировал орла, но именно вот в момент, а тогда видео не было, ну хотя уже съемки-то были где-то. И наконец удача улыбнулась ему, как принято говорить. Всегда надо быть настороже. В момент может быть упущенный. Еще где-то. У нас не было инструкции относительно непогоды. Я уже знаю какие. Первый нарушитель будет фроси. Фроси. А как? А она сейчас увидит где лужу, вот здесь вот. Ее задевать нельзя, надо обходить. Она сразу в нее залезет и ногами начнет ее растирать, углублять грязь, больше грязи сделать. И не она одна, но она самая такая активная в этом деле. Я видел, которые тут рядом стоят. Они почти все такие. А этот первый залезет в лужу. К лужам не подходить. Хорошо слышали? Иначе вы будете иметь большие неприятности. Я заставлю эту лужу осушивать вам. Ложкой будешь черпать, ведерко и выносить воду. Тебе хватит работы не на один день. Вам понятно? Лужу не для того, чтобы пачкать кого-то, а для того, чтобы когда-то придет возможность, может быть, сумеем мы сделать, засыпать. Тут ямы были, одни ямы. Вот где мы стоим, здесь была яма глубокая. Вот здесь вот. Мы вручную таскали ведра, трамбовали землю. Вы пришли на готовое, оцените это. Далее. Я сегодня принес справку. Так, минутку. Я сейчас сам, наверное, схожу. Или кого-то пошлю. Так, Ваня, сбегай на кухне. Как только заходишь, на верхней полке лежит газета. Я схожу, я схожу. На верхней полке слева, увидишь, газета в газете это у меня. Слева. Сейчас пока про это не буду говорить. Так, вчера вернулись по-хорошему? Да. Вы видели, когда я уехал? Да. Видели, вы сразу ушли или еще там были? Хорошо. Сразу? Сразу, потому что грозная туча накатывалась. Самое удивительное вот что в этом деле. Вчера привезли уголь дяде Вите. И мужчина, видимо, долго искал. Я пережу, сильно не давите, она сломается. Так-то я как. Вот. Где он? Дома его нету. А я в окно вижу, машина стоит. Откуда я знаю, что она с угольной? Вот. Ему говорили уголь. Но уголь сухой и намоченный, это все же разница. Зимой он, если сырой, он заморозится вместе. Я возвращаюсь с костра, на всех крыльях оттуда лечу, чтобы только не замокнуть. А в это время дядя Володя там уже в сумерках кидает уголь в углярку. И все закончил. Остались отдельно только камушки. Их надо, видимо, руками собрать в ведра и туда закинуть. Видите как? Он как печкой занимался. Хлеб печет. И помнил об угле, и увидел непогоду, и бросился среди ночи. Вот, пожалуйста. Люди есть, у которых несколько высших образований. У дяди Володи никакого образования-то настоящего нет. А он незаменимый везде. Чуть что батюшка звонит. Он говорит, Володя свободен. Где бы что ни делалось. Это я просто говорю. Не то, что там ему вредно будет. Потому что похвалав глаза, говорит, как укус змеи. Но для него это не действует. Он просто живет этой простой жизнью. Приедет, видите? А уголь лежит в углярке. Представляете, как просто. И как в то же время это впечатлительно. И никакого краснобайства нет. Я там сделаю, ничего не говорю. Никто не знает. В ночной темноте. А один, я только гляжу, уже дождь накрапывает. Ты уходи. Думай, закидай до конца. Утром выхожу. Самый длинный. Ну, даже не видел, где там камушки остались. Уголь-то хороший, наверное. Вот такое дело. Вот я по порядку начал говорить. Далее, вот у нас уехала Ксения Муха. А и в школе сейчас отработка какая-то есть. Часы отработать. Вот смотрите, справка. Я покажу, какая справка. Я буду считать, тебе видно ее будет? Да. Вот, русская православная церковь. Это раньше было. Православный детский трудовой лагерь Стан. Справка. Телефоны даются. Сия справка выдана от Мухи Ксении. И подтверждаю, что Ксения находилась в нашем лагере Стане с 12 июня 2015 года по 2 июля 2015 года. И трудилась на огороде, на заготовке дров, воды 75 часов. Просим принять это свидетельство, как знак того, что требуемый трудовой навык, в скобках, отработка, в кавычках, в школе, во время каникул, получена Ксения в нашем лагере Стане. Лагерь функционирует 43 года. Начальник православного лагеря, трудового детского лагеря Стана, Лапкин Игнатий Тихонович. Дата 3 июля 2015 года. И телефоны все мобильные и печать. Печать нашу, кто не видел, посмотрите. Там они, пищать под микроскопом, посмотрят, с крестом. Такая надпись. Ого. Посмотрите маленькие. Вот сюда, зайдите, чтобы на свет-то было. Я буду держать. Вот сюда вот, поближе. Видите, какая справка выдается. Красивая. Красивая? Да. Это уже их везде в школе принимают. Почему? Тут написано, мы зарегистрированы. Это государственный лес имеет справка. Потому что мы зарегистрированы в краевом отделе юстиции. У нас свои бланки, свои печати, документация. Мы имеем право получать валютные поступления, денежные, вещевые. Ну, на все. Там все написано в уставе, который в столовой висит. Понятно? Да. Вот. Попросили, и вот он выдан. Через Галину Александровну я передаю. Так, я слышал, что Лилии нужно будет. Как только она закончит, какого сейчас, а сразу я выпишу. Стасик Тихонович, мне тоже нужно будет? Мне тоже. Мне тоже нужно будет. Нужно выдан. Мне тоже нужно. Не нужно. Ну, выдан, раз нужно. Вопросов-то никаких и нет. Я вам сказал заранее. Наш лагерь имеет статус, имел это юридически отдельно, а теперь от двух общих. Официально. Все наши документы в краевом отделе естествия. Это государственная организация большого значения. Так, я вчера видел там далеко, куда я ехал. Вижу далеко, кто-то ушел. Я думал, наша девушка. Оказывается, там Юлия вроде ходила далеко. И потом я вижу, она сплела венец из желтых трав. Я не знаю сейчас, как это назвать. У нее несколько цветов у этой травы. Я уже забыл. Венок, где он? Кому она сплела его венок? Илья, Кирилл. Илья, Кирилл, ну-ка, привези. Понимаешь, в первую очередь это тру. Это знак особого уважения. Ну, я бы тебе венок не сплел. И не сплел, и не дал бы. Потому что у тебя есть нарушения и прочее. Я бы этот венок вот кому дал. Вот кому, на кого возложил бы венок. О, настоящий венок. Это твоя родная сестра. Ни одного замечания практически нет. Она приехала. Она приехала сразу одетая. Стоит. Слушает, когда она на этой столовой где-то. Она как ветерок летает туда и сюда. Я наблюдаю за ней. В одной семье. И посередине вас Андрей. Где он Андрей? А тут из одних сплошных замечаний. Андрея нет. Одни замечания. Ну и он где-то начинает маленько исправляться. Все забывает. Это ничего не забывает. Все при ней. Но так как венок-то я не имею права на нем возлагать. Это если хочешь, что можешь ты возложить. Лысая голова. Что она к тебе привязала? Что-то знак внимания. А ты ее на дожде бросил-то. Она хочет привлечь свое внимание. Ты ей понравился. Я так понял. Правильно, нет? Нет. Он попросил ее. Я попросил. Я попросил. Попросил? Да. Ну ты парень-то видный. Вполне мог бы быть другим. Ты отсюда поедешь. Получи другую биографию. Когда у нас показалось такое, вот некоторые ребята подходили, ну а может что-то такое сделать, чтобы другую мне характеристику дали. Я характеристику даю без примеси. Все будет написано. Мы характеристики еще выдавали. Но в характеристике не просто так. Пишет старший воспитатель, воспитатель, кто-то еще есть. Я тогда беру, бывает 7 человек пишут. А я тогда все это компилирую, все это вместе выдаю. Попросил. А почему ты попросил? Попросил. Просто. У вас все просто. Где просто, там говорят, да достойно. Но если тебе он не очень нужен, возложи на сестренку. Она вам пример. Пример пока. Да положи как следует. Да что-то так-то. Она достойна того. Красавица наша. А ты его сохрани где-нибудь. В том, положи на полку, где веники лежат. Я ей веник дам. Поедете по венику все возьмете, не забывайте. У нас веник есть. Мы же делали, кто-то не делал. Мы все равно подарим что-то. Ну как, лечить ей? Посмотрите на нее, а? Ну, гадите. Это достойный венок ей бы был? Ногти не грызти. Ногти еды. О, гадите. Ну. Ее хоть сегодня по длине сведи. Вот такой себя сохрани. Послушный. Нигде лишнего не говорит. Обращается. То есть, она мне полюбилась. Я не строю. Такие дети, которые не досаждают. И в то же время, ну, в радость просто. Вот была Лера ушла. Калерия ее, это полное имя. Мне очень не хотелось ее отпускать. Вот так. Видишь, она даже стоит такая. Она принимает это как достойное. Другой бы начал там что-то. Нет, она спокойно принимает. Так и нужно. Понятно? Так, ну, пускай маленько походит она. Потом уедешь, когда так венке и будешь. Тебе подарила Юля, подарила, это, сказать, через брата, Кирилла. Ты ее тоже поблагодари. Она скажи ей, как получилось с венком. Он, видите, цветы какие-то особые. Ну, забыл я, как-то кажется, желтая кашка, что ли, называется. Голова-то сырая. Ему солишься, у тебя вот на щеке, но это уже и появилось. Ты все время размазываешь грязь, руки-то, вроде, толкаешь. Игнатьич Ильич, он сырой, у нее голова мокрая стала. А, ну, сырой, еще маленько. Просушите. Не выноси только на улицу, где-то здесь. Там нет дождя пока. Там пока дождя нет. Я тут положила. Теперь слушайте, Галина Александровна, подожди немножко. Сегодня день, суббота. Будет баня или не будет, это зависит от Владимира Александровича. При непогоде зажигать трудно. Я не могу его принуждать. Как он решит? Будет, будет. Будет. Да. Я сказал, как. Я тут не властен. Когда я сам топил, в те годы я топил, всегда. Я никому не разрешал. А нынче у меня на другое как-то пошло. У него резиновые сапоги, у меня какие-то дырявые. Не охота мне. На костре никто не баловался сильно вчера? Я не знаю, вон у Никиты надо спросить. На костров такого и не было особо. Поели короткий. А, ты расскажи, ты расскажи, что тебе рассказывали-то. Что там? Ну что, про звонки там и все вот это вот. А, ну ребята брали телефон у деревенских. Звонили домой с их телефономобилем. Кто это делал? Кто делал это? Поднимите руки. На тех, которые любят звонить. Это у нас очень серьезное нарушение. Кто брал и звонил? Я звонил. Ты потерял все, что имел. Зачем ты это делал? Я не знал, что нельзя. Тебе это не касается. К деревенским мне не подходить больше. На костер не будешь ходить. Тебе достаточно этого будет? Будешь один сидеть здесь. К деревенским близко не подходить. Пакость какая. Я предупреждал, к деревенским не подходить. Ни велосипеда, ничего у них не брать. Какая тебе нужна? Я не знаю, что тебе поняли. Я говорю, что перебиваешься? Я не думал, что только... Зачем это делать? Зачем? Тебе нужны никакой не было. С черного хода у нас запрещено это делать. Тебе звонят все время Ивана Суховея. Пожалуйста, телефон говори. Я вам не контролирую речь. Я говорю, смотри, чтобы родителям радость принести. Кому ты звонил? Маме звонил. А? Маме звонил. Не понял? Маме звонил. Громче скажи. Кому? Маме. Чуть не пойму. Маме звонил. Я не звонил. Приехали. А ничего нету. Ничего нет. А он такое наговорил по телефону. Почему? Ему надо отсюда вырваться. Вырвался куда? В мир. И больше он здесь никогда не будет. А родители мы не знали. Это он звонит. Я не разрешал звонить. Поэтому забирайте. Да мы не хотим. Мы просто узнали. Я сказал забирайте. Выйти из Саной. Больше не заходите сюда. Здесь другой погодой пахнет. Забрали его и стоят с родителями здесь. Но мы думали. Думать не надо. У нас устав. Мне думать не надо. Устав где. На красный нельзя ехать. На зеленый ехать. Думать то не надо шофера. Ему надо только выполнять. Зачем думать то? Думать это где обмануть надо. Лжец должен иметь отличную память. Он должен помнить как было и как солгал. А кто правду говорит. Ты говори хоть сто раз переспрашивай. Так и будет. Кто еще брал телефон? Вот это они и есть. Одинаковая участь. Не надо этого делать было. И вы это знали. И вам звонят. Вам ни разу не было отказано говорить с родителями, когда они звонят. Тут порядок определенный существует. Я не знал, что телефон нельзя брать. А кто давал? Не знал. Надо узнать кто давал. А? Узнать кто давал им. Кто давал из деревенских? Им отказано будет на костер приходить. Это слишком дорогая цена. Родители среди ночи приезжают. За щадом стоим. А приезжают они чего нету. Я ничего не простил. Мне не надо доказывать. Нарушение. Я вам сказал всего. Повторяю. Нарушение. Ничего не жаловаться. Очень серьезное нарушение. Почему у нас, когда мы принимаем, мы сразу говорим. Вот пришла его бабушка. Никакой электроники, ни телефона. Ты слышал это? Он знает. Арсений. Это мы все обговариваем. Условия какие. Арсений. А почему? Такой порядок. Но мы хотим, чтобы звонили. Так отойти в сторону. С вами разговоры не. Сидите, разговаривайте дома. Мы никого не уговариваем. Или вы принимаете устав. Значит, полное подчинение. Дома тебя за уши таскали как-то. У нас не имеет права никто ребенка трогать. Единственный человек, который может наказать только я. А я еще посмотрю, как тебя наказать или нет. Или просто завести для отвода глаз. Ни родители, никто не имеет права власти над вами здесь. Вот они могут что там? Ну, там пробежать, там лишить купание. Вас никто не наказывает. Ни воспитатель, никто оставлен вместо начальника. Вот он оставался. Никто. Паста не имеет права вас коснуться. Почему это слишком тонкое дело? У меня, может, из ста наказывают только одного накажу серьезно. Кто матерился. Это я уже не могу оставить никак. Или ударил кого-то. А это обязательно. Вот два момента, которые обязательно ты будешь наказывать. Это защита личности. Если только что-то не ладится, значит, мы сразу связываемся с родителями. Они в этот день приезжают. А его садим на веревочку. То есть он ходит все время с одним из воспитателей. Вот не ожидал такой пакости. Понимаешь, не молился. Если бы ты молился, тебе Господь бы не дал эту пакость сделать. Там в уставе написано, что только транспорт брать нельзя. Ты хочешь что, оправдание дать? Ну, да. Зачем? Когда уже сказано. Разговор не зафиксирован. Ты разговаривал с мамой. Значит, тебе хотелось что-то сказать. То, что здесь не слышали. А это означает, почти наверняка ты солгал. Ну, доказательств у меня у тебя... У меня доказательств других нету. А то у нас было не один раз. Кто-то из девочек дал. Позвонить. Степа был. О, внук. Желнирой. И мы уже пошли утром туда. И все это зафиксировано в интернете стоит. Мы добились до конца. Кто говорил, от кого, как он принял. Все. И будут меры приняты по отношению им и вас. К Деревенске больше не подходят. Если они приходят, Деревенске, сюда, вы сразу уходите и зайдете в столовую. А то неделю будете на карантине. Кто дал телефон? Значит, Деревенским тоже будет карантин. Кто дал телефон? Они знали, этого делать нельзя. Ради родителей. Только это ради ваших родителей. Потому что еще ни разу не было, которые взяли бы телефон и не солгали, звоня родителям. Надо вырваться оттуда. И он начинает говорить. Говорит такие несуразности. Что даже думаешь, откуда он это еще брал-то? А у него не надо откуда брать. Сатана стоит и подкладывает ему. Дьявол лжец. И отец лжи. Это уже ложный ход. Только обдумывает говорить. А ты в ответ уже что-то говоришь, значит, на душе неспокойно. Вам другим понятно? Да. Кому отказано было, чтобы родители звонили и вам не дали переговорить? Кому? Поднимите руки. Ну, не было никогда. Не было ни разу за все существование лагеря. Кто бы ни звонил. Когда не было телефонов, родители назначали время ходу. А идти надо было только в одно место к барабашам. Телефон, сидеть, ждать. Ну, как раньше, переговорный пункт. И мы с ними туда ходили. Никому и тогда не было отказано. Я время терял массу. И поэтому ты просто через край. И которые незаконно что-то съедают, они это изблюют не один раз. Ты съел неположенное. Ты будешь сидеть и каяться, а там будет видно. Пока только вот так. С деревенскими встречаться. Их выявить надо. Кто давал? Припомните. Может, видели? Кто? Ерема. Кто он говорит? Ерема. Ерема, Ерема. Ерема? Да. Так а вы ходили после, там кто-то звонил? Ну, а там и звонили, видимо. Как, Дед, вы на костре звонили или на этой? Когда пошли второй раз. Когда пошли второй раз Ерема дал им. Кому? Еще кто звонил? Это Ерема или на костре? Нет. Это когда пошли второй раз. А на костре разговаривали ли кто-то? Нет. Да были такие. То есть, если ты это вкусил, ты будешь везде хватать телефоны теперь. Тебя не остановить. Это как собака, которая задавила овечку, ее только расстреливают. Его уже нельзя отучить. Никак. У них был хороший, прекрасный пес. Задавил овечку и Еремин отец его вывез и расстрелял. У других вот рядом венщики. Очень хорошая большая собака. Даже, кажется, породистая была. Учили их тут. Она вырвалась, залезла, гусей подавила. Они ее вывезли и расстреляли. Бесполезно. Огромные убытки будут терпеть. Он только вырывается и дальше пошел душить. Это людоед. Образно сказать. Раз ты уже это вкусил, тебя уже не остановить. Ты сейчас будешь говорить, оправдываться. Ты везде будешь только выискивать, где взять телефон. Не буду я. Пасти уже не будешь. Не ты, не ты. Так, не садиться. Не надо задевать. Смотри, чтобы... Я думаю, вот эту плиту сломают. Потому что они лепятся на нее. И надо... Вот здесь неправильно. Почему нельзя здесь поставить подпорки-то? Поставить вот так вот, как бы, дощечку. На ней буквой Т. И там, и здесь закрепить. Она уже наклонена. И поднять там, и здесь. Ну, явно, что это совсем нетрудно сделать. По размеру. Это можно сегодня сделать. Ну, да? Вот туда вот такую палку сделать буквой П. И чтобы она уперлась на обе. Даже прибивать не надо. Так, сегодня у нас программа. Какая у вас? Воспитатели. Если ничего нет, сегодня особая программа. С баней не знаю. Стирки никакой. Не считая там нижнее белье, там, маленько, как говорится, пожулькой. Ну, баня будет. Баня будет. Ну, на улице не будешь стирать и сушить, потому что дождь идет. Да, стирать не надо. То есть, остальное время только фильмы смотреть, которые не досмотрели фильмы. Про Иосифа там, про что еще? Вон, что-то руку поднимает. Ну, чего? Что тебе нужно? Знаете, мы на Кесре тоже звонили. Почему? Кто звонил? Ну, вот, роботы звонили. Я вывела, почему? Я попросил, а мало мне привезти кое-что. Как роботы звонили? А что тогда ты молчишь? Не, сказали, что кому давали. Я не понимаю. Сказали, кто звонит. Ты сама должна поднять руку, а не кто-то за тебя должен говорить. Главное, какая же он удастся. Тихонечко стоите. Ну, непонятно, да. Какие роботы в этом? А кто звонил еще? За кого-то проработать. У тебя что, телефон или аппарат? Это телефон, но тут у меня... Телефон не должен быть на руках. Это нас сдать было сразу. Искушение какое. Я-то Володя сейчас старший, ему сдавал. Ты спрашивал фотографировать. Я разрешил. А ты через это мне звонил. Звонила? Да, звонила. Те же самые будут. Если на своем телефоне, это особые меры будут. Если с деревенскими знались, это особая мера будет. Деревенские телефоны, кроме Еремы, брали у кого нет. С Еремы никто пости не будет. Можно еще вопрос? И вход ему будет запрещен сюда, пока не уедете. Да. С ними был старший. Почему он не запретил им звонить? Кто с ними был? Можно стоять перед тобой и спросить. Ты видел, Никитка, что они звонят? Если ты видел, почему ты не запретил, где я им сказал, не положено. А как же ты, я не видел, чтобы звонили. Я с ним разговариваю, что они у меня по судьбой. Да, вот так вот. Ну все. Так, кто еще звонил? Когда вообще тайки звонили? Старший ни при чем. Я никому не давала. Ну ты же знаешь, что было сказано с собой не иметь это. Тебя разрешили. Разрешили, ты тоже фотографируешь это. Вы перелазите грани уже дальше, только мелькнуло уже на той стороне. Ведь вам нельзя никакой склобины давать. Как ты когда, вы верхом уже заскочили, верхом сидишь. Нехорошо это. Ну было время, когда телефон не был изобретен. Десять лет назад ни у кого не было. Ну жили же. Ну раз появилось, любыми путями теперь схватить надо. Начинает интернет, без этого интернета. Я уже, как бы не то, что мы пишем, не вставляли. Даже нужды никакого нет. В интернете-то, сколько я тружусь, интересно, преподается высшая милицейская школа. И там преподаватель знакомый. И он говорит, мы в пример, говорит, там у них, чуть ли не по программе, приводили вас. Я девять лет сидел за компьютером. Девять лет. Мне первый раз было в 62 года. Вот Галина Александровна показала, как запятую превратить в точку. А точку в запятую. Это первый мой учитель. Я вообще ничего не знал. И девять лет просидел за компьютером. Больше 30 тысяч часов. Издано 38 томов. Я не просто сидел. А то занимался набор, верстка, все сам делал. Учитывая, ну все, что из грения там плохо. Почему мы морковку тоем? А то каротин. Уехали мы в поездку два месяца. Ну, в дальних миссионерских поездках. Нет интернета, мне даже нужен. Мне никакой нет нужды. Я сейчас отошел и все. Но нужда, то есть необходимость. Вот заходят незнакомые люди. Только не забывайте, выставляйте ваши новые ролики. То есть люди смотрят им. Но они необычные. Я со стороны смотрю так критически. Они необычные. Поднимали как ветку. Тем более я говорю, как это делается за рубежом. Я все время комментирую. Это на учение идет. Не просто там поставили там лестницу или что-то. Да и лестницу не каждый сделает. Я сначала надо было знать, сделать, как подняться. Теперь кому туда лезть. И видишь, сколько тут сцепляется. Здесь. Значит, у кого еще на руках телефоны есть? Видишь, когда был телефон, я про телефон даже и не подумал. Я подумал, что это фотоаппарат у тебя. Я-то сам-то такой же дундук. Сейчас отдельный фотоаппарат. Вот у меня есть. Я подумал, что это фотоаппарат. Но что это телефон, я даже никак. Я бы не дал тебе его. Не дал. Просто не дал и никак. Или стоять только рядом со мной и фотографировать. Тем более такие отношения хорошие с папой, с мамой, с тобой. Прям рушите все это. Вы ни на что не смотрите. Прихоть. Захотел, схватил. А ты умеешь себя воздержать. Я хочу, но есть другое слово надо. Надо – это главное в жизни. Надо. Требуется. Я это выполню. Вот как дядя Володя. Среди ночи пошел, две тонны угля перемотал и все. А вы только ногти грызете. Так. Если все готово узнать на кухне, не будем ждать восьми. Мы все в сборе. Позавтракаем и сразу уходим смотреть фильм. Время уже девятый час. Уже девятый? Дежурных-то подождете смотреть, Иосиф? Ну, что надо? Дежурных-то подождете посмотреть кино. Дежурных подождем. Игнатий Иванович, можно здесь помолиться? Давайте помолиться. Поблагодарим Бога. На молитву все. Поблагодарим Бога, что у нас было утро хорошее. Господи, слава Тебе. Владыка, святые истины, пребудь с нами. И погода, и солнце, и ветер, все от Тебя. За все мы благодарим. Осознавая Твое всемогущество и немощность. Господи Божий наш, слава Тебе. Пребудь с нами. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, идемте за стол. Спасибо. На верхнюю полку положишь. Апасистос. Обойдите, Игорь, маленькая лужа, просто стенки пробирайте. Вот, а то травы наложим, трава мокрая лежит, а так быстро высыхает. Смотрите, что-то скамейки мокрые не были. Скамейки я вытирала. Я хотел попросить всех, чтобы, когда темняется, чтобы не находить в столовую. Принеси палатки, расстелим, они на палатке. А когда темняется, уже сумки не ходили. Ласточка вылетит, обратно она не залетит, все застынет. Не заходить. Днем ласточка туда и сюда летает. А вечером она не знает, человек это или кошка. Она вылетит-то вылетит, и ударится об ветки. Она погибнет, и все, гнездо будет разорено. Она сидит и допаривает уже. Сейчас палатки принесут пока посты. Слышали? Так, все мокрое. Сейчас палатки принесем. Поленечка, подвиньтесь. Палатки принесем сейчас. Палатки будут все в грязи, стилит, верни назад. Нет, их свернуть вот так вот и положить. Сверни сначала там, куча несет. Ему разница, он сейчас по лужи пронесет. Ну кому-то дозволяешь-то. А она по полу идет, он даже не смотрит. Ну почему-то, ты думаешь, что с детским умом человек доверяет ему. Он куча схватил. Ну что, а я не думаю, дальше с него взять-то нечего. Он гол, как сокол. Я его не могу ни наказать, ничего, у него ничего нет. Не могу штраф наложить. Их надо... Да я думаю, не надо даже палатки. Палатки, постоянные мешки тут есть. Которые с края сидят. Вот, не надо палатки. Они все будут грязи. Положите. Ну знаешь, что напомнили, никуда не пошло. Тут нету... На. Попробуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Божию. Пряпку на голову, да нет? Пряпку на голову, дайте мне в руку. Подними помидор. Ближе. Так, внимательно слушайте. Святая вода. Сейчас ложечки дадут, передадим. Пожалуйста. Так. Ложку дайте. Хотя бы одну. Вот на этот стол. Ложки. Дай ложки. Ложки, быстренько подай ложки. Вот на второй стол. И дальше так, чтобы все святой воды. Святая вода... А чего вы по одной-то даете ложки? Нету вообще. Ой. Я извиняюсь, пригласите. Дай. Помните, я рассказывал про колхозника, когда ему надо наступили? Да. 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 Крив, подальше от сеть. От Тараса. Близко не садись. Нестор, что ты там делаешь? Святой воды дали, там, Тимофея? Да. Тимофея дали, те, святой воды? Сухари на пол, смотрите, что вы делаете. Видите, сколько сухарей одновременно. Прикрепите, вот как накладывали, так не надо накладывать. А гурца-то ни одного нет, поэтому, как расчистить, я не могу ее. Так. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...